Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал Птенечек Майнкрафта Пакетришн. Канал недавно открылся, поэтому на нём всего лишь один из подписчиков. Но на канале уже есть видео про Майнкрафт Пакетришн, а также всем про любимую игру Геометрии Даш. Поэтому если вы любитель игры Майнкрафта и любитель игры Геометрии Даш, то подписывайтесь именно на этот канал. Ну и ссылка на канал как всегда будет в описании. Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу вам в катаризации моды для Майнкрафта Пакетришн. После установки данного в нашем мире появляется довольно большое количество механизмов. И да, этот порт оригинального мода Индусуэрл Крафт с ПК-версией Майнкрафта. И что ж, здесь вы уже на своих экранах видите довольно большое количество механизмов. Но это не все механизмы, потому что всё показать я вам не успею. А это... Ну, ладно. Давайте перейдём к самому началу. И что же здесь мы видим? А здесь мы видим ядерный реактор. И как его взорвать я вам могу показать в отдельном видео. Если вы хотите, то я смогу это сделать. Дальше у нас идёт пчелиный улей, который выглядит примерно так. И чтобы ваши пчёлы спавнились, вам придётся включить в настройках Майнкрафта сложность. Без неё, к сожалению, пчёлы спавнятся не будут. Также есть дерево. И, кстати, если вы уберете пчёлу, то с каким-то шансом с них выпадет дроп. Это дерево, это обычное дерево и дерево железой. Чтобы добыть вот эту жёлтую штучку, вам понадобится сделать кранчик. А кранчик делается всего лишь из пяти досок. Да, совершенно недорогой крафт, но всё же вы сможете добыть вот эту жёлтую штучку, которая потом пригодится вам в механизмах. Также есть руды. Вот, например, вот такая смешанная руда. И это уже обычная руда, которую вы можете добыть в обычных пещерах. Также есть труба. Но, к сожалению, она у меня почему-то очень сильно из-за неё тормозит Майнкрафт. Поэтому мы её уберём. Это у нас солнечная плита, из-за которой нагреваются все блоки. Или, можно сказать, заряжаются. Это автоматическая фирма пшеницы. И когда вы ставите этот блок, под ним спавнится вот такая водичка. И, по идее, должна появляться траншея специально для пшеницы. Но в этом моде есть также супер меч. То есть, нано-меч. С помощью которой вы сможете убивать моба всего лишь, всего лишь с одного удара. Да, всего лишь с одного удара. И ваш моб будет побежён. Это супер дрель, с помощью которой вы сможете копать просто в несколько раз быстрее. И распределитель бетона. Ну, он почему-то у меня отказывается работать. И есть также шахтёрская пушка, которая нужна для создания шахт. Но она очень быстро тратится. Поэтому используйте её только тогда, когда вам будет очень сильно нужно. Также есть поводок, который действует так же, как на ПК. С примеру, с помощью него сможем подцепить вот эту коровку. И, че, то ж, коровка теперь ходит за нами. Да, коровка, давай ходи за нами. Но есть галечный ключ. Это самая крутая вещь в этом моде. Потому что с помощью неё работают все эти механизмы. То есть, с помощью галечного ключа вы сможете отключать и включать вот эти все блоки. Ну, крайне я вам показывал. Поэтому идём дальше. Есть также броня, которую вы можете сделать. И броня просто очень крутая. Её, к жалению, бывает только два вида. Но также вы сможете сделать в этом моде и кольчужную броню. Также я забыл сказать, что в этом моде есть и нефть, которую, к жалению, нам не исправили. Ну и чтож, надеюсь, её исправят. Ну чтож, на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!